Истины Голов родился и проживает в Красноярском. Творческий псевдоним Наугад Верхолосевский. В качестве автора текстов и исполнителя главных партий сотрудничает с группой «Ревсовет». Ранее состоял в группе «Бронзовый век». Регулярно проводит творческие вечера. Публиковался в различных литературных журналах. Называет творчество одной из важнейших составляющих своей жизни. Я ближе всего к абориутам и декадантам. Я выступаю в амплуа городского сумасшедшего, немножко юродивого. Ужасно юродивого, на всю голову. И пишу, а там что интересно городским сумасшедшим. Мне тут казалось бы, зачем вообще про это писать. Я считаю, что поэт, в принципе, никого ничему научить не может. Если бы он мог чему-то кого-то научить, он бы купил хорошую машину, у него была бы хорошая работа, он бы не писал стихи совершенно точно. Я считаю, что творчество скорее показывает определенный срез социума. И в идеале это все кто-то должен исследовать, как-то этим заниматься и разбираться, почему люди бывают вот такими, что с кем делать, как-то можно применять. И вот конкретно я вот такой срез социума показываю. По большей части я пишу песни. Они значительно отличаются от стихов по формату. В ней, как правило, должно быть примерно определенное количество катренов. С другой стороны, песня может себе позволить и обязана практически быть более абстрактной. Это практически приветствуется для песен характерные лейтмотивы, для песен характерная куплетно припевная структура, что не приветствуется обычно в нормальной классической поэзии, скажем так. Я пишу в достаточно неэкспериментальном стиле, в смысле формы, то есть, как правило, я стремлюсь к тому, чтобы были решены. В последнее время, в большей части, песен рождается очень долго, тяжело, мучительно. Именно возникает какая-то отправная, как правило, по строчкам, либо несколько строчек, причем я могу увидеть, что они находятся в разных концах произведения. И они болят, болят, болят. Рекорд у меня 4 года. Я никак не мог это все заполнить. Тут еще есть такой момент, что когда человек пишет этот текст, по-моему, я не один такой, мне нравится в это верить. Всегда возникает, есть такое ощущение, что текст, который пишешь, он где-то существует. Местами думаешь, ну вот, ну можно вот так, например, оставить хорошо, вообще хорошо, а то, что вот из головы лезет, оно хуже даже. Стилистически хуже, по смыслу более размыто. Но нет, это не дает покоя, и все равно, как правило, возвращаешься к тому варианту, который как будто бы где-то есть. КОНЕЦ